Приветствую, уважаемые! Сегодня мы с вами поговорим про ситуацию, когда вам нужен графический планшет, но покупать вы его упорно не хотите. Например, надо что-то зарисовать, или начерикать вашу подпись, или что-то подредактировать на компе, но покупать что-нибудь от Вакома вы не готовы, потому что просто жалко даже этих денег. Или вам просто хочется поприкалываться, что-то купить такое попробовать, но опять же жалко на это денег. Решение есть, и решение это звучит довольно неприлично с точки зрения русского языка, хуён. Планшет довольно компактный, есть четыре механических кнопки, на верхней грани, на удивление, маленькая проушина под ремешок и микро-USB разъём. Снизу резиновые лапки и информационный шильдик. Стилус с надписью «Хуён». Есть двойная кнопка, ну то есть спаренная такая качелька. Подпружиненный кончик. И резиновая часть для хватания. Она очень хорошо собирает всякую мелкую пылюку на себя, но это издержки производства. Также положили кабель с угловым разъёмом микро-USB. Специальную однорукую перчатку, чтобы вы случайно не коснулись сенсорной части и как-то это было вам удобно дополнительно рисовать. Также восемь запасных наконечников со специальным устройством для их замены. И пакетик с надписью «Подарок», где лежат переходники с USB полноценного на USB-C и микро-USB для подключения к смартфонам. Несмотря на хуённость данного планшета, его ручка имеет аж 8192 градации нажатия. Читает, ну, считывает информацию на расстоянии до 1 см над поверхностью. Передаёт, соответственно, достаточно высокая точность до 0,3 мм погрешности. И, опять же, за очень разумную цену. Мне вот это вот на просторах Алишки выпало аж где-то за 1500 рублей за ставкой. Подключаете к смартфону комплектными, ну, или подарочными переходниками. Запускаете любое приложение для заметок, поддерживающее вот пальцем, например, с экрана. И спокойно рисуете, пишите или что-нибудь там редактируете в плане фотографии. Да, по поводу отличия от вакомовских, там, серии «Бамбу», например, и так далее. Я их пробовал, я их крутил в руках. И, да, конечно, «Бамбу» более серьёзно выглядит. У неё более жёсткий, более такой прочный пластик. Лучше ощущение, лучше субъективно сделан корпус. Здесь совсем вот мягкий пластик. Ко мне он пришёл уже вроде как новый заклеенный, но какие-то вот царапки на нём. То есть он менее аккуратный. Но зато он реально в два раза дешевле, даже больше, чем в два раза дешевле. Поэтому смотрите, насколько вам нужно, насколько долгосрочно вы готовы с планшетом общаться. Если вам просто попробовать, возьмите вот это, поймёте, надо ли оно вам. Для мелких работ просто прекрасно. Если хотите серьёзно заниматься графикой, там, обработкой, например, фоторедактируем, то уже, конечно, вакуум и не надо вообще себя ограничивать в качестве. Там будет лучше. Но, в целом, опыт интересный, 1500 рублей, которые я на это дело потратил, мне не жалко. Чего и вам желаю. Вот такие пироги. Всё, на сегодня всё. Я прощаюсь с вами ненадолго. Как обычно, с вас подписка, лайк и всё такое прочее. Пока. Субтитры подогнал «Симон»